Добрый вечер! Появилось сообщение о том, что одна политическая партия намерена продать место в партийном списке за кругленькую сумму 100 с лишним миллионов рублей. А что же это за партия? А вот догадайтесь. Ответ прозвучит позже, а пока о прогнозах на начавшуюся неделю. В среду Краевое законодательное собрание, как ожидается, примет закон о правительстве края, после чего начнется процесс коренных преобразований в структуре администрации региона. Также в среду власти региона подведут предварительные итоги туристического сезона. Городская дума Барнаула запустит процесс назначения городоначальника. Скорее всего, жители краевой столицы получат руководителя города не раньше ноября. Вот уж сколько о правительстве региона было сказано, мною в частности, и мечты начинают обретать реальность. Думаю, продлится процесс расформирования управления, формирования министерств, назначения отставок до Нового года. И интересно, доложу вам, время предстоит для краевых чиновников. Тем более, что вроде как их ждет сокращение. Обязательно буду рассказывать обо всех этих негласных процессах. А пока вот главной теме. Ну что, угадали партию? Как пишет агентство Банкфакс, руководство Алтайского отделения КПРФ продолжает поиски так называемого коммерческого кандидата, способного профинансировать региональную избирательную кампанию в Госдуму Российской Федерации в обмен на гарантированное получение депутатского мандата. Предположительно, речь идет о сумме в 120 миллионов рублей. А кандидат, предприниматель из Павловского района, бывший аграрный вице-губернатор в команде Михаила Евдокимова Владимир Попов. Пикантность ситуации в том, что у федерального руководства КПРФ, по некоторым данным, иные планы на единственное, скорее всего, проходное место от края в думском списке. Но ведь оно и правда. ЦК КПРФ хочет видеть в думе проверенного боеца, человека, преданного, понимающего линию партии. А знаете, вообще-то многочисленные избиратели коммунистов тоже хотели бы видеть такого депутата, ну идейного хотя бы человека. Ведь коммерческие дела партфункционеров их не интересуют. Коммерческие кандидаты для КПРФ не новинка. В 2012 году, комментируя итоги выборов в Краевое Заксобрание и Госдуму, тогдашний персек Крайкома Михаил Заполев признал наличие таких кандидатов. Отметив только цитируем, все средства, взятые с так называемых коммерческих кандидатов, оформлялись официально через бухгалтерию Краевого комитета КПРФ и сразу перешли на избирательные счета кандидатов в депутаты. Ну как раз вокруг того, куда тогда делись деньги от коммерческих кандидатов, велась оживленная дискуссия. Заполеву поверили не все однопартийцы, но это их дело. Коммерческие кандидаты, полагаю, неизменная, а потому и неизбежная часть отечественного электорального процесса. Задача тут у партии двоякая. Во-первых, взять такие кандидаты человека, который партии был бы полезен не только в качестве пассивного денежного мешка, но и политика. А во-вторых, конечно, провести всю операцию так, чтобы не было вопросов типа «А деньги где?». Про второе умолчу. А насчет политической активности так называемых коммерческих кандидатов у местных коммунистов, как мне кажется, проблемы уже были. Как о коммерческих депутатах Алтайского краевого законодательного собрания от КПРФ, в СМИ говорилось об Александре Мастинине, ныне находится в СИЗО, исключен из партии, и Артаке Махсудяне. Он это отрицал. Кроме того, как коммерческий воспринимался кандидат в Госдуму 2007 года Алексей Богоряков, известный в частности тем, что на свои деньги приобрел для КПРФ помещение, в котором находится крайком. Через некоторое время Богоряков покинул думскую фракцию КПРФ. А реплика сегодня звучит так. Каждая партия, да, имеет право самостоятельно формировать свои партийные списки, включать в них кого угодно. Но вообще неплохо бы, чтобы и те, кто за эту партию голосует, как за КПРФ, были в курсе принципов попадания в число кандидатов. Чтобы им честно сказали, товарищи, партии нужны деньги, поэтому голосуйте за тех-то и тех-то. Так ведь не скажут. А жаль. Увидимся в пятницу.